Я пришел играть инопланетянина, инопланетянина Сергея Сырцова, который... Близкий вам он плавает, себя ощущаете вообще инопланетянином в другом театре? Ну, в общем, иногда себя ощущаю инопланетянином, потому что он такой хороший инопланетянин, хотя его задача взорвать землю. Ну, конечно, по всех инопланетянам. Да, нет, это не у всех. Вот это немножко пьеса, пояс похожа на фильм знаменитой «Планета Капекс» с Кевином Спейси. Только Спейси там оказывается в Америке, в психушке, но в Америке. И он такой весь позитивный, и он хочет подружиться. Ну, кстати, насколько я помню эту ленту, там вот мы до конца так и не понимаем, на самом ли он представитель каких-то иных цивилизаций, или то, что называется глаголом «гонят». Вот мы здесь тоже не понимаем. Не понимаем, так. Хорошо. Даже режиссер предыдущий не объяснил мне, все-таки я сумасшедший или инопланетянин. Он сказал, выбирай сам. Так, и что вы выбрали? Я выбрал, что это инопланетянин, конечно. Так интереснее просто. Вот. И, в общем, вялотекуще шел этот процесс, он никак не мог выйти на... Ну, там был режиссер, которого вы подсидели, я так понимаю. Да, абсолютно так. Мне очень неудобно перед этой девушкой, но это был не совсем женский материал. А что за девушка? У девушки есть фамилия, имя? Ну... Нет, ну, Сергей, ну что ж, это непрофессионально. Ну, я скажу, действительно, давайте скажу. Мало того, что посидели, даже не хотите пропиарить левку. Да, действительно, надо пропиарить. Это Оксана Циховича, у нее есть очень хорошие спектакли, которые тоже до другом театре, до третьих петухов, потому что, ну, прекрасный спектакль, горячий шоколад. Как-то шоколад на горячем кипятке. Три девушки по Петрушевской. У нее есть хорошие спектакли. Ну, это просто не ее материал. Ну, это просто был, мне кажется, не совсем ее. Решили вы. Тем более, что она была беременная, когда потом родила, потом вернулась. Ей было не до этого, просто не до этого. И, конечно, не совсем неудобно перед ней, честно. Ну, она не смогла родить концепцию постановки. Ребенка родила, а концепцию, да, не дородила. Вот. И, в общем, мы поняли, что тогда зашли в тупик, если бы мы еще ждали другого режиссера. А вы сказали, есть такая партия, сказали вы, да? Нет? Нет, я просто сказал, что давайте я буду... Инициатива была раз. Давайте я буду полевым командиром, сказал я, вашей банде Махно. Я буду полевым командиром, я буду модерировать. И с вашей помощью, с вашей помощью, ваш актерский ум, ваш опыт, мы все это будем, так сказать, направлять в единый вектор, за которым я буду немножечко следить. А потом мы позовем нашего директора Сергея Петрейкова, который посмотрит и скажет, мне все нравится, а вот здесь поменяйте, пожалуйста. И я как-то все это слепил при помощи моих друзей-актеров замечательных. Потом появился Леня Тимцуникс, замечательный человек, который нам поставил пластику. Входы, выходы, повороты, танцы. И Сережа Петрейков нарыл много красивой музыки. Мы все это соединили в одну кучу, и получился очень-очень симпатичный спектакль. Апокалипсис для флейты.